мой дружок пирожок если тебе нужны бабки опыт или все сразу то заходи в мою группу по прокачке сделаем все быстро качественно и недорого прокачка доступна на все платформы как на пк так и на все консоли переходи прямо сейчас и заказывай самую надежную прокачку ссылочка на группу в описании переходи и заказывай всем привет мои дружочки пирожочки перед вами оверфлит тайран ну или же по-русски тиран начнем с главного вопроса а на какой собственно ты решил делать обзор именно на эту бричку отвечу сразу без какого-либо пиздежа в табличке результатов всех суперкаров на трассе гран туризма был пробел и пробел этот как раз из-за этого суперкара в этом обзоре мы протестируем тайранта на всех доступных трассах глянем его максималку и результаты на кольцевых я был приятно удивлен но не до конца очень своеобразный автомобиль кстати его можно сейчас спокойно купить за какие-то с половиной ляма ценник просто пиздец учитывая что бричка попала в gta онлайн 5 лет назад в обновлении суперсерии южного сан-андруса этот суперкар смесь ежай бабуина а точнее передок этого автомобиля похож на apollo arrow а вот задняя часть apollo интенс и мациани в общем немецкое чудище с закосом по деталию вообще оверфлёдов в gta онлайн маловато всего 7 автомобилей большинство из них за исключением и моргона это красивые гиперкары которые недоступны не то что простому смертному но даже состоятельным людям мы же в gta онлайн уже не знаем куда деваться от этих действительно красивых но не естественных автомобилей это я к чему куда приятнее ехать на какой-нибудь бнв или nissan ну ладно на американском маслкаре куда-нибудь на задание или просто от хаты до казика весь этот шарм и эксклюзивность суперкаров уже ты онлайн потеряна тем не менее мы сейчас загоним этого тиран в автомастерскую а после глянем как и сколько едет этот суперкар поехали по тюнингу тут слабовато но это даже плюс не нужно уродовать автомобиль из кастомизации доступны пару глушителей капот можно сделать карбоновым и это не выглядит ущербно как на большинстве автомобилей также можно изменить еле заметные пороги но естественно можно нахлобучить кастомный спойлер так как сцепление тут уже на максимум мы не видим изменяется ли что-то или нет но зная логику rockstar даже если спойлер уже есть в комплекте кастомный добавляет все равно немного сцепление и это все по тюнингу остается выбрать только цвет автомобиля основа меняет весь кузов за исключением карбоновых деталей а вот дополнительные меняет только строчку внутри салона раскрасок никаких нет да они тут и нахер не нужны печально только что нельзя красить стандартные диски без багов и гличей ибо желтому цвету подошли бы черные диски а если покрасить бричку фиолетовый цвет как раз таки желтые диски а точнее оранжевые подошли бы сюда идеально ладно бричка готова отправляем ее на тесты так как до этого тайран тестировался на старой трассе с открытыми кадрами в секунду то результаты были другие сейчас же у всех абсолютно одинаковые условия и вот в таких условиях тайран смог раскача горится до 202 километров в час несмотря на то что тачка древняя это отличный результат быстрее даже кригер и получается но на том же уровне что mttx xr который вышел в том же обновлении на драге не все так гладко как хотелось бы вообще странности с gta происходит и со старыми автомобилями во первых камера улетела куда-то далеко взял другую тачку все нормально было дело именно в тайранте во вторых тут только задний привод и зацеп такой себе при этом тачка во время пробуксовки умудрилась переключиться с первой на третью или даже четвертую передачу а это тоже минус учитывая что стартует по сути автомобиль с низов но и дальше от первого лица вы видите что обороты плавают как будто переключилась следующая передача но на самом деле нет из-за микротрещин на стыках трасс это или из-за особенности автомобиля но четверть мили в аутсайдерах одна вторая чуть получше а вот на целой миле уже двадцатая позиция не хватает брички пространство для маневров на сложный кольцевой такая же история такое впечатление как будто тут ручная коробка передачи сцепления уже сгорела куям жмешь на газ она не едет после начинает нормально так улетать тайран как будто едет по волн где есть зацеп где нету но это только про ускорение по поводу сцепления стресса и тут все отлично хотя микро заносы могут быть управление а тут как на болидах чем выше скорость тем четче заходит в поворот но вот какой косяк когда ты недооцениваешь автомобили поворачиваешь кажется что можно намного быстрее войти в этот поворот когда переоцениваешь все наоборот управление странное как будто с задержкой сначала она вялое а через доли секунды доворачивает тебя так что думаешь ну ёбаный рот можно же было быстрее пройти и вот так придрачиваясь к тачке можно ее понять а понятно одно что нихуя непонятно то автомобиль летит и входит как по маслу то просто отказывается нормально заходить в поворот тем не менее это 12 позиция что неплохой результат учитывая сколько суперкаров уже было протестировано на гран туризма большинство суперкаров раскрывается по полной и можно было бы сказать что тайранту повезло но нет тут его от футбол или на 22 позицию хотя сами результаты не такие плохие именно на около максимальной скорости этот автомобиль становится максимально приятным там где на половине суперкаров я тормозил тот пролетал без каких-либо проблем и естественно без торможения бричка прилипает к асфальту на кочке ей по бую все проглатывает и дальше едет как поезд по рельсам да динамики возможно тут немного не хватает если смотреть на результаты но вялости ты не ощущаешь это прощая бричка которая четко следует твоим указаниям но делает она это только когда мотор уже раскручена максимум естественно до фанатизма доводить не нужно и она не будет вам идеально ехать по серпантину на скорости под 200 километров в час управление тут хоть и хорошие но не настолько да вы и сами видите как автомобиль четко и без какого-либо колебания идет по той траектории которую я задал после тестов каких-нибудь классических маслкаров это прям бальзам на душу но автомобиль меня все равно не цепляет и я сейчас попытаюсь объяснить как я вижу эту бричку вернувшись в свое детство в начале нулевых я очень любил коллекционировать игрушечные автомобили любил исключительно металлические модели они все были примерно одного размера с ладони или полторы я играл ими катал любовался открывал двери капот в общем были такие идеальные игрушки как настоящие брички только в миниатюре но бывало так что родня дарила и пластиковые машинки издалека неплохо выглядит но это пластик и играть легкой пластмассовой машинкой мне не особо хотелось хотя я никогда не показывал что мне что-то не нравится так вот тайранд это та самая пластиковая машинка красивая да но кататься на ней не особо хочется поэтому тратить два с половиной ляма на этот пластик ну такое себе хотя справедливости ради могу сказать что большинство топ суперкаров это те самые пластиковые игрушки они ездят быстрее всех они лучше во всем но они пластиковые бездушны поэтому я рад что в последнее время rockstar добавляют и маслкары внедорожники также rockstar сообщили что летом выйдет масштабное обновление без суперкаров не обойтись и эти суперкары будут цеплять только одним техническими характеристиками а какие бы красивые они не были такая люксовая красота уже не цепляет на этом все мои дружочки пирожочки спасибо вам за просмотр всем бб всем гг и и Субтитры подогнал «Симон»